Вот смотри, Андрей Макаревич, твой близкий-близкий друг всей твоей жизни, высказывает отличную от общепринятой точку зрения, его общество, не только власть, общество объявляют фактически национал-предателем, и вслед за этим у него рушатся концерты один за другим. Сейчас, Арбенина, которая просто попала под замес, потому что выступая в Киеве, она сказала, я приехал вас поддержать, извините, что одна приехала, что другие музыканты за мной не последовали. И у нее просто подряд снимаются все концерты. Это же то же самое Вентилова, которое вы уже знали. Почему никто в такой ситуации их не посчитал нужным поддержать? Из этого же самого пресловутого рок-н-рольного братства. Вот что я тебе хочу. Я сам из этого рок-н-рольного братства, и давай-ка я тебе отвечу. Так, Андрей Макаревич. Знаешь, мое отношение к Андрею, оно ведь действительно, оно личное. Я имею право об этом говорить по одной простой причине, потому что молодым мальчишкой, 17-летним, я увидел вот так машину времени, видел, как они репетируют, и то, что я сейчас сижу с тобою и разговариваю, в этом есть моя судьба, моя жизнь, таким образом, каким она сложилась. Вот в моей судьбе огромное значение играет Андрей Макаревич. Потому что, еще раз повторяю, юным мальчишкой я увидел, как, я увидел, что, и понял для себя, каким путем мне идти, как делать музыку, как к ней относиться, как вообще это должно выглядеть. А до 17 лет мы были слепыми щенками, чудными, замечательными. И дальше, так дальше, так дальше, так дальше, я с Андреем в жизни сталкивался. И все мои встречи с Андреем, он всегда производил на меня очень большое впечатление. Всегда. Помимо того, что он большой музыкант и большой поэт, замечательный писатель, художник, чудесный художник, да, безусловно. Человек очень широкий, в этом смысле. Он потрясающе тонкомыслящий человек, с ним интересно просто разговаривать. Он замечательный собеседник, его даже хорошо слушают. И? Ну, есть но. Мы же ведь все просто люди. И иногда мы делаем роковые ошибки. Роковые, трагические ошибки, которые касаются нас лично. Эти ошибки непоправимы. И возвращаясь к Андрею, во мне есть какая-то вот такая тихая печаль. Потому что я понимаю, и я вот это как-то доносил вот тому же Володе, Шахрину, который мы близкий-близкий друг. И мы с ним разговаривали. И ведь нас это очень сильно волнует. И вот что я ему сказал. Я ему сказал, ты знаешь что? Ведь как-то я вдруг, мне пришло в голову, что, наверное, любовь... Любовь, ну вот мы были молоды, нам казалось, что любовь тяжелой. Нет ничего более тяжелого, нежели потерять любовь. Я, наверное, в это очень верил. А вот теперь я понимаю, что не так страшно потерять любовь для такого человека. Ну, вообще для человека. Страшнее всего потерять уважение. Продолжение следует...